Итак, спецоперация по защите Донбасса полностью соответствует международному праву. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Владимир Зеленский заявил, что Украина откажется от каких-либо переговоров, если в Мариуполе пройдут суды в отношении военнопленных. И тут же Пушилин заявил, что требования Владимира Зеленского не влияют на планы проведения трибунала над украинскими военнопленными в Мариуполе. А Путин сказал, что Россия будет проводить ту политику, которая отвечает ее интересам. И тут все довольно спорно. Мне кажется, что политика Путина никак не направлена на интересы Российской Федерации. Непосредственно. Ну а что касается суда над патриотами и военными украинской территории, то Пушилин подпишет себе приговор этими судами. И это факт. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Но если он проведет эти суды, то его конец будет написан. Волонтеры подсчитали, сколько в Минске было политических задержаний. Не в Беларуси, только в Минске. 33 тысячи. Насилие, насилие против насилия. Я им рассказывал, как это насилие организовывалось. Еще большая часть населения все-таки смогло избежать этих самых задержаний. Так или иначе, либо уехали, либо затаились. И это к тому, какое количество населения против диктаторской хунты Лукашенко. Ну всякое бывает. Вы только представьте масштабы репрессий. В одном Минске только 33 тысячи. Что происходит в ЛНР и кто занимается правозащитными делами? Сейчас я вам зачитаю один очень любопытный пост. Сегодня моего мужа, который лежит на стационаре в больнице, забрали на фронт. После капельницы. Его отпустили покупаться домой. На улице его задержали. И не слушая ничего, отправили в Белое. Вместе с ним забрали парня с переломом пяточной конечности. Можете остановить и почитать до конца этот пост. Суть в том, что даже людей, которые находятся в больницах, забирают на фронт. Вот так выглядит русский мир. Вот так выглядит помощь этого самого русского мира. Российские помойки заявили, что разыскали того человека, кто убил эту самую Дугину. И тут просто смешно все. Вот, по их мнению, вот это якобы девушка, которая причастна к этим самым убийствам. Ее парень, кстати, на всякий случай помогал проводить референдум в ДНР. Что, в общем-то, вычеркивает ее из списка, как минимум, украинских засланцев. О том, о чем пишут русские пропагандисты. Ситуация завернулась очень серьезно возле данной смерти. Путин уже наградил ее посмертно. И все пропагандисты, русские пропагандисты, обвиняют в этой смерти Украину. Но что-то мне подсказывает, что это внутренняя игра. Ну а что происходит с пропагандистами, это отдельная тема. Каждый из них почувствовал, что может произойти с ними. Чтобы вы понимали, вот так выглядела версия российских пропагандистов по поводу этого самого теракта. Ну просто тяп-ляп и все приготовили. Вот так выглядит их расследование. Министерство обороны Украины и Беларуси встречались за несколько дней до начала войны. И глава белорусского Минобороны Хренин гарантировал, что угрозы нападения с территории Беларуси нет. Об этом рассказал секретарь СНБО Украины. А Лукашенко вообще обвинил американскую разведку в том, что она недееспособная и зря кушает деньги. Так как никто не собирается нападать, когда уже очевидно было, что Лукашенко позволил напасть России на Украину с нашей земли. Вы должны признать, если у вас есть совесть, что вы прошлепали при всем мировым сообществах этот период. Вы обвиняли Россию и Беларусь, что мы вторгнемся вчера, вторгнемся в Украину. Не вторглись. Значит, ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это. Поэтому ничего удивительного. Вся система Лукашенко устроена на вранье. На постоянном, подчеркиваю, постоянном вранье. Известному тикток-блогеру Андрею Белявскому из Бобруйска присудили два года колонии за оскорбление таракана и антивоенную позицию. Этот парень снимал видеоролики, где задавал вопросы. Да, он просто задавал вопросы, на которые нет у чиновников ответа. И они решили таким образом закрыть ему рот, посадив на два года. Вот так действует лукашенковская хунта. Не решает проблемы, не исправляет эти самые проблемы, а просто садит тех, кто выполняет, по сути, их работу. Так как контролировать, куда уходят наши деньги, почему не убирают улицы и не делают ремонты в домах, задача чиновников. Не люди должны ходить и стучать, жаловаться, рассказывать, что тут надо сделать. Чиновники должны за этим следить, где надо делать. Но они за этого человека на два года. Вот они, наработки для второй армии мира. Российская Федерация использует вот эти вот приспособления, как веб-камеры. Ну, тут как бы объяснять ничего не нужно. Нанотехнологии. Как там говорил министр обороны Российской Федерации? Крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади, по территории. Страна с передовой наукой, с довольно хорошо развитой промышленностью, оборонно-промышленным комплексом. Передовая наука в России. Или передовые технологии. Ну, в общем-то, ни того, ни другого нет. Так, для слова. Пресс-служники синепалого диктатора планируют создать фонд под управлением синепалого диктатора, чтобы в этот фонд жертвовали иностранцы деньги. И это не потому, что в Беларуси есть проблемы с экономикой. Нет, с экономикой все прекрасно. Ну, просто чтобы были. Ну, так сказать, дружба народа. Отмечу результаты работы Департамента по гуманитарной деятельности. Сформирована единая система учета поступления и распределения гуманитарной помощи. Сознаны условия для ее предоставления широкому клубу нуждающихся. Знаю, что многие фонды и фондики из Беларуси ушли, а некоторых мы просто убрали, потому что вы знаете, чем они занимались. На иностранные деньги совершали перевороты, пытались совершить. Поэтому мы, когда изучили работу этих фондов и прочее, мы вынуждены были от них отказаться. Я не скрываю, что бывшим управляющим делами поручил создать под именем, ну, скажем так, под крышей президента, единый национальный фонд. Естественно, те искренние, честные люди, которые хотят благотворительностью у нас заниматься, они с удовольствием придут в этот фонд. Потому что будут понимать, что ни одна копейка из него влево-вправо не уйдет, а будет использована на благородные цели. Ну, а если серьезно говорить, то Лукашенко прекрасно осознает, что происходит с белорусской экономикой. И эти фонды открываются, так как в ближайшее время нам понадобятся эти фонды, понадобятся реально простым белорусам. И диктатор это понимает. И также он понимает, что когда у белорусов нечего будет есть, они выйдут на улицу. И в этот раз без цветов. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Не забудьте подписаться на наш телеграм, если вы этого еще не сделали. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока! Слава Украине!